Всем привет! Сегодня хочу рассказать о своем уходе за кожей вокруг глаз. Это был запрос, причем, по-моему, даже неоднократный. Я решила, наконец, сделать это видео. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Говорить я буду потихонечку, потому что уже ночь, одной мне не спится, и поэтому надеюсь, что вам будет слышно. Итак, начнем с умывания, то есть со снятия макияжа. Я уже говорила неоднократно, что макияж я в последнее время снимаю гидрофильным маслом, включая макияж глаз и тушь в том числе. Тушь не всегда хорошо снимается гидрофильным маслом, зачастую остаются такие кружочки панды вокруг глаз, но они легко удаляются умывалкой. Умывалкой я тоже всегда умываюсь полностью, все лицо умываю. И как бы я не сепарирую, я не отделяю область вокруг глаз при умывании, и мне это довольно неудобно. Мне как-то, не знаю, я пробовала обходить именно область вокруг глаз, умывать все лицо, но мне, во-первых, это неудобно чисто технически, не знаю, когда все равно сюда попадает умывалка и вода и все такое. Это во-первых. А во-вторых, мне, если честно, не очень хочется потом опять возиться еще со средствами для снятия макияжа, снимать остатки, и в-третьих, если я не умою глаза, мою область вокруг глаз, если я не умою с умывалкой и водой, то, простите, я не чувствую очищения. Мне кажется, что как-то я не до конца умытая, что ли. Вот, поэтому мое очищение происходит все вместе полностью, все лицо и глаза, и вся остальная кожа. Вот, после умывания я полотенцем, естественно, не растираюсь, так слегка промакиваю, как все лицо, но область вокруг глаз тоже чуть-чуть почти не трогаю. И спешу нанести на все лицо, и включая также область вокруг глаз, то есть я не разделяю, какой-нибудь увлажняющий спрей для лица, либо термальную воду, либо какую-то такую универсальную цветочную воду, либо специальные спреи увлажняющие, например, какие-нибудь азиатские. Забыла взять, сейчас принесу. Например, вот такой вот спрей от Мизон. Я у него просто влюбилась, я его довольно быстро израсходовала. Он уже пустой, там ничего нет. И на днях я получила еще один такой, новый, еще запечатанный. Заказывала на тестер Корея. Мне что понравилось, то, что он действительно ощутимо увлажняет все лицо. Это пылиточный, если вы видите, вот это слово снейл. Он действительно ощутимо увлажняет, во-первых. И во-вторых, у него очень-очень мелкодисперсное такое распыление. Вообще ни на что не похоже, прям как дымка такая влажная окутывает лицо. Очень приятно. Вот, после умывания я всегда стараюсь чем-то таким вот подобным оросить свое лицо. Далее, я всегда пользуюсь вот таким лосьоном. То есть, ну, летом я не каждый день им пользовалась. Потому как, это был у меня период такой, когда я переувлажнила и перепитала свою кожу. Мне вообще ничего не требовалось. Вот, но потом довольно резко наступил период сухости. И я снова вернулась к этому лосьону. Это Hada Labo гиалуроновый лосьон. Я его также наношу как на всю кожу, так и на область вокруг глаз. Я не знаю, можно ли это делать. Не знаю, предназначен ли он для кожи вокруг глаз. Но я это делаю, мне это комфортно. Вот, этот лосьон тоже у меня уже пустой. Остатки я перелила вот в такую дорожную бутылочку. И вот, в принципе, это все, что осталось, нужно уже заказать новым. Приятная вещь, очень хорошая. Довольно быстро впитывается. Оставляет очень-очень слабое чувство липкости. Но я к нему настолько привыкла. И вот, во-первых, а во-вторых, когда мы наносим следующее какое-то средство по нашей ступени, да, многоступенчатый уход, то, конечно, эта липкость моментально нивелируется. Вот. Дальше средство для ухода вокруг глаз. И потом уже для лица. Но так как мы говорим сегодня только про глаза, на них мы и остановимся. Далее я наношу какой-нибудь крем. И тут хочется немножко отступить от темы. И сказать, что регулярно ухаживать за кожей вокруг глаз я начала довольно-таки недавно. То есть, прям регулярный, постоянный уход. Это у меня, может быть, года два только. До этого мой уход за кожей вокруг глаз был довольно нерегулярным. Он заключался только в применении какого-либо увлажняющего кремика. Там, я говорю кремика, потому что хочу этим подчеркнуть, что мне было неважно, какой там крем любой. Там просто, чтобы на нем было написано крем для кожи вокруг глаз. И мне этого было достаточно. Я не смотрела ни на состав, ни на ингредиенты. Вот. И во-вторых, я его использовала не каждый день. Уже, я не говорю даже про то, чтобы использовать два раза в день, как я это делаю сейчас. Вот. Мне просто как бы не тремпалось, не было какой-то внутренней потребности. Да и кожа вокруг глаз у меня была в очень хорошем состоянии. Ну, как бы, даже не возникало такой мысли. После 29 лет у меня как-то резко обозначилось вот то, что кожа под глазами, она уже немного более возрастная. Нет, она у меня сейчас выглядит хорошо, в принципе. Она у меня не старческая, у меня нет каких-то там глубоких морщин. Но все же, как-то довольно резко стала заметна разница. Не знаю, как такое возможно. Допустим, в 28 лет у меня была кожа под глазами, как вообще, как у подростка, да? Ну, грубо говоря. А в 29 я прям резко увидела, что какая-то у меня там уже вроде как и сеточка морщин начинает появляться. Даже не сеточка морщин, не знаю, как это сказать. Ну, то есть кожа стала гораздо менее упругая и постоянно это растирание, да? То есть снятие макияжа вот этими ватными дисками, вытирание кожи вокруг глаз от туши, от макияжа. Мне кажется, что я ее растягивала этим самым. И к тому же я ношу линзы, ношу в последние, наверное, лет 5 постоянно. То есть каждый день, кто носит линзы, тот знает, как они надеваются. Нужно оттянуть нижнее веко, немножечко подтянуть верхнее. И постоянно вот это вот движение тоже нашим векам упругости не приносит. Вот. Ну, собственно, вот так. Так, и когда я заметила уже, что у меня вокруг глаз состояние уже не то, что раньше, я как-то начала подходить к вопросу ухода за кожей вокруг глаз, более систематизированно. И как бы хотя бы стала, начала с того, что я стала регулярно использовать крем для кожи вокруг глаз. И регулярно его использую по сей день, утром и вечером. Начну с крема, который я вам показывала в прошлом году, да, не полезем совсем уже в дебре. Крем от L'Oreal. Я, если я сейчас смогу, вставлю картинку, потому что самой баночки у меня уже нет, он давно закончился. Хочу похвалить этот крем. Его мне хватило довольно надолго, но тем не менее, он не успел как бы залежаться, да, он не успел надоесть, он не успел протухнуть. Мне кажется, идеально он себя повел в этом случае. Он стоил не так дорого, около 500, наверное, рублей. И чем он мне понравился? Тем, что он впитывался моментально практически. Вот сколько бы я ни нанесла, я даже ради интереса наносила гораздо больше, чем достаточным казалось. И все равно этот крем хороший, он все равно впитывался, впитывался полностью без остатка. И не оставлял вообще никакого следа после себя, кроме чувства увлажнения, какого-то такого комфортного ощущения кожи вокруг глаз. Глаза он не щипал, не резал. Это был просто, наверное, идеальный крем. Но вот он закончился, и мне захотелось попробовать что-то другое. И у меня появился вот этот крем от Dior. Я вам про него уже рассказывала. Он, кстати, как вы видите, практически совсем пустой. Но там, может быть, на один, на два раза можно вымазать из баночки. Это тоже неплохой крем. У него приятная такая кремово-гелевая текстура. Я не скажу, что он впитывается так же прекрасно, как тот довольно недорогой крем от L'Oreal. Он немножечко как бы более силиконистый. Он дольше лежит и чувствуется влажным, именно влажным на коже. Но он явно более насиликоненный. И, в принципе, от этого он более приятный в обращении. Но насколько он полезен, если честно, я его второй раз покупать не буду. Потому что никаких суперэффектов за его цену я в нем не нашла. Он немного увлажняет. Не немного, но он, в принципе, достаточно увлажняет. Он не вызывает лично у меня никаких негативных реакций. У меня нет от него рези в глазах. У меня от него ничего там не щипет, не чешется, не провоцирует слезы. Но если нет разницы, как говорится, зачем платить больше. Я просто не думаю, что я буду повторять вот такой крем еще раз. И просто не хочу тратить лишние деньги за отсутствие того эффекта, который я жду. Также у меня появился вот такой очень красивый крем. Это азиатский от Миша. Смотрите, какая у него прикольная баночка. Он, ну это тоже стеклянная банка, как и Диор. Стоил он не сильно дешево, но и не сильно дорого. Ну, может быть, где-то долларов 25 он стоил. Ну, наверное. Я, честно говоря, не помню, потому что я его получила довольно давно. Но он шел в таком холщовом мешочке и в картонной коробочке еще. Ну, выглядит достаточно симпатично. Я вот пытаюсь снять эту перепонку. Вот, как вы видите, его довольно много. Я им мало попользовалась. А почему? А потому что он, я поняла, что он очень неприятен в использовании. То есть он провоцирует мне слезы. У меня, как бы, очень он мне режет глаза. Причем не сразу. Через какое-то время, допустим, если я его даже применяла только на ночь, как бы сначала думала, что, может быть, это там этот крем вместе там с макияжем мне какой-то такой дает эффект, что у меня просто слезятся жутко глаза. Потом я его стала применять только на ночь. Значит, нанесла на кожу вокруг глаз. Вроде бы нормально, нормально. Через час, бах, у меня опять начинают жутко слезиться глаза. Я прям сначала немножко, потом сильнее, сильнее так жжет. Я их уже открыть не могу. Иду их вымываю. В общем, я оставила его на время, чтобы показать его вам и рассказать вам о нем. Если честно, даже не помню, как он называется. Вот такие на нем буквы. Но я была бы с ним осторожна. Если вы его не пробовали, то лучше, наверное, такой не заказывать. Потому что он может спровоцировать негативные реакции. И какой же у меня крем для кожи вокруг глаз сейчас? Я вам покажу вот такую стопку пробников. Но не смейтесь, я заказываю сейчас этот крем в пробниках. У меня вот три вот таких комплекта. Здесь 10 штук по одному миллилитру. Это корейская марка History of Who. Она достаточно дорогая. Это считается как корейский люкс, люкс-сегмент. Продолжение следует...